Вы посмотрели матч, на самом деле посмотрели по шоу, кстати, в Sky даже лучше делать это перед матчевой, да? Красиво, но в целом как вам антураж и что можем мы извлечь хорошего из этого дня? 26 метров. Понравилось? Очень понравилось, да. В углах никто не играет, все на ворота, все на пятак. Очень интересно, динамично, очень динамично. Для таких площадок нужны такие игроки, как Барков и Лайн. Извините, что? Для таких площадок нужны такие игроки, как Барков и Лайн? У нас есть тоже свои игроки, Барков тоже, кстати, русский, поэтому здесь все в порядке в этом плане. Конечно, как бы нам разом перейти, всем разом, это вообще реально на эти площадки? Да, финансовый вопрос. Закладные не везде есть в Санкт-Петербурге, мы это уже давно обсуждаем. Арена владеет город, поэтому мы с ними это обсуждаем. Я думаю, в следующем году уже будет возможность перейти на уменьшенные площадки. Не в курсе, сколько стоило перестроить тут все под этот порядок цифр? Здесь не перестраивали? Нет, вообще, однажды перестраивалишь? Нет, здесь закладные предусмотрены на 30 метров или на 26 метров, то есть на 28 метров здесь предусмотрены. Двигатель, да? Да, то есть эти закладные предусмотрены, поэтому они за 5 часов меняют размер площадки. А в Питере хотите промежуточный вариант или 26? Три варианта. У нас сейчас на тренировочной арене три варианта, мы тренируемся на арене 28 метров. У нас был матч в Вене, мы посмотрели, 9-0-7-0. Сейчас нас ждет матч в Цюрихе, я проголосовал в Твиттере, попросил болельщиков проголосовать. Что вам интереснее, 9-0 или интрига? Вот как 1-1 в Хельсинки был средний матч. Как нам сделать, чтобы все-таки была более спортивная борьба в выставочных матчах в Европе у нас? Или это нереально, потому что когда ЦСКА играют с Ригой, то... Команда нацеливается на победу. Каждая игра будет складываться в два раза. Давайте посмотрим, как завтра здесь сложится игра. Тоже интересно посмотреть. Я думаю, что по главу класса стал спортивный результат, поэтому все стремятся убеждить. И то, что так получилось в Вене, может быть, как-то словом надломился. Здесь нужно искать причины в этом, потому что вы знаете, что у нас равная борьба еще с ними в целом. Проходных игр вообще нет. Система двух очков приносит свои плоды. Разрывов между командой практически нет. И в этом плане мы преследуем нашу цель, конкуренция, двигатель прогресса. И на сегодняшний день у нас это получается. Вы встречались тут с Гарри Бэтменом. Мы обсуждали с ним идею матча, насколько я понимаю, клубов КХЛ и НХЛ на стадионе на Крестовском. Насколько он был интересен? Что он ответил? Мы обсуждаем этот вариант. Это интересный вариант. Сыграть на зенит-арене. Большое количество болельщиков. Экономически это будет интереснее, чем играть на арене. Здесь средняя цена билета 130 евро. Да, 130. Это дорого для нас. И с учетом ценообразования в России, с учетом дохода на душу населения, мы не можем позволить себе таких цен на билеты. Поэтому мы можем взять масштабом. Масштаб это арена 70 тысяч человек. У нас крытая арена получается на 70 тысяч человек. Нет рисков. Можно найти в этом плане обоснование экономическое. И провести две игры в следующем году, например, на зенит-арене. Как вам марк? Мы сейчас протестируем эту опцию. 16 декабря Россия с Финляндии сыграет. И 22 декабря с Казани. А какой главы клубка Михаила хотели бы видеть в России? Вы знаете, конечно, хотелось бы сыграть с чемпионом. Хочется сыграть с самым сильным клубом. Но как решит лига? Мы готовы играть с любой командой. Команды Винни и Пиджес не очень. Дом. Я не знаю, что это теперь произойдет. Я так и думаю, что это не самоツал. Я не знаю, что это не так. Масштаб. Вот выезд если ноут. Я не могу давать, что я не могу. Я не야, что это не так. Масштаб. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok